Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Хайсара, и я хотел бы с вами поговорить как раз о женитьбе, о замужестве, женитьбе, потому что наша недельная глава как раз рассказывает о событии, о свадьбе Ицхака, о том, как Аврам посылает Элеезера, своего слугу, для того, чтобы он выполнил его поручение и нашел невесту для Ицхака. И поэтому неудивительно, что и поговорить я с вами хотел о таком понятии как брак. Я не люблю слово брак, я не знаю, от какого оно слово произошло в русском языке, бракуется, бракосочетается, но неважно, мы скажем Святой Союз. Итак, как мы знаем, статистика говорит о том, что, к сожалению, большинство браков заканчиваются разводами. Как же происходит так, когда два человека, которые видят друг другу, в друг друге союз, вдруг через какое-то время они разводятся, и зачастую это люди, которые до брака жили очень много, общались очень много и все. Но как происходит брак? Иногда через год, иногда через какое-то время, иногда даже, когда есть много детей, люди не подходят друг к другу и расходятся. Как же такое происходит? И поэтому мы должны найти корень, почему это происходит, и найти корень, что такое настоящая семья, почему наши бабушки, прабабушки, предыдущие поколения могли жить практически, понятие как развод было очень редкое и почти не случалось, почему что было у них стержнем и то, что нет у нас. Для этого мы разберем нашу сегодняшнюю историю о женитьбе Ицхака. Итак, Абрам посылает своего слугу куда? В Ханан. То есть он, не в Ханан, в Харан. Куда? В Харан, там, где сам он родился. И говорит, найди невесту там, потому что невесты, которые здесь плохие, спрашиваются на этот вопрос, а в чем разница невест, которые находятся в Ханаане и невест, которые находятся где? В Харане. В чем разница в этом? Итак, посмотрим, разберем дом Ривки. Дом Ривки, это не был дом праведников довольно, дом Ривки, это был дом грешников, которые находились и до опоконства. Мы знаем, что когда Элизя приходит, чтобы сватываться на сватовство, его приглашает Лаван домой, и он говорит, я освободил дом. И отвечает на это Раши, от чего ты освободил дом? Я освободил дом от идолопоконства, я убрал идолов из своего дома. Теперь ты можешь спокойно заходить. То есть, где пишется, как пишется в Раше, что Ривка это как роза, в которой есть шипы, и чтобы ее достать, нужно освободить шипы. То есть, что дом, в котором она воспитывалась, атмосфера, в которой она воспитывалась, была очень страшная. И тем не менее, это была праведная девочка. Если мы говорим так, то почему в Канаане, то есть, жители Канаана, невозможно было, что не хватало девочек, которые были тоже такие, как Ривка, оказывается, не хватало. И что было в Ривке, то, что не было девочек Канаана, и почему именно так важно было не посылать в Канаан, а отправить именно туда, мы разберем из примера, когда Элизер увидел Ривку. Что он попросил до того, как он увидел, чтобы та девушка, которая выйдет, и я ей скажу, что я хочу пить, она скажет, пей и верблюдов твоих напою, та девушка и будет достойной женой моему сыну, моего господина, да, Ицхаку. И так и получается, как только выходит, она напоила водой верблюдов, как мы знаем, и известно, что это была довольно невзрослая девушка, ей это было сделать очень сложно. Да, и именно ребенок, обладая такими качествами, он готов идти на помощь, и все, и когда мы видим это в ребенке, то мы понимаем внутреннее качество и сердце ребенка. Что было важно для Элизера? Для Элизера было важно как раз именно внутреннее качество, именно сердце, именно качество, с которыми она родилась, именно те вещи, которые готовы помочь, готовы дать. Это следующий вопрос, который он задает, опять же, уже когда, чтобы узнать, пришел его шлихут или не пришел, он говорит такую фразу, говорит, пойдет ли эта девушка со мной. Если она готова уйти из этого дома, готова оторваться, готова прилепиться к чему-то более святому, как сыну Авраама, тогда действительно эта девушка подходит. И в данном случае Элизера не интересует в том, что это был дом идолопоклонников. Почему? Потому что сам Авраам, он вышел тоже из дома идолопоклонников. Его отец был идолопоклонником, одним из главных в стране идолопоклонников. Мы об этом прекрасно знаем, мы учили это в предыдущих главах. И тем не менее, Авраам выбрал другой путь. Поэтому идеологию человек не наследует. Можно изменить идеологию, но очень сложно изменить мировоззрение. Очень легко изменить мировоззрение, не легко, это возможно, но очень сложно изменить природные качества, с которыми человек родился. Если у человека жесткое сердце, изменить его очень сложно. И мой учитель Мотл Козлинин всегда говорил, мне говорю фразу, что утром в молитве мы говорим, всегда будет человек Ирей Шамаем. Лаалам и Адам Ирей Шамаем. То есть всегда будет человек богобоязненным. После человека надо ставить запятую. Почему запятую или даже точку? Потому что всегда будь человеком. В первую очередь будь человеком, потом ты можешь быть богобоязненным. Если человек не будет человеком, то и богобоязненным навряд ли такой человек будет. Поэтому, если у человека не хватает нормальных качеств, если он ведет себя как некошерное животное, то, поверьте мне, и разговаривать с ним не о чем, и очень сложно, и изменить его тоже очень сложно. И это как раз то, о чем мы говорим, что он искал именно лифтов, хорошее сердце, и он его нашел. А канонейцы не были хорошим сердцем, у них была плохая наследственность, они были, кроме того, что они воспитывались в плохой атмосфере, то есть природных качеств у них хороших не было. Поэтому, он говорит, не подходит этой девушке, которая здесь есть. Мне надо именно такая девушка, в которой природные качества будут именно такие. Элизер проверяет именно сердце, потому что он знает, что Авраам сможет дать идеологию, Авраам сможет передать, Авраам Ицхак, да, он сможет это передать. И тут мы переходим на нашу жизнь, да. Когда Рэба говорит, что человек ищет себе невесту, первое, что он должен смотреть, понятно, глаза, потому что глаза, это вот как души, она должна быть ему симпатичной. Если человек, она не симпатична, то и жить он с ней не сможет, он ее может возненавидеть. Наши мудрецы запретили ставить свадьбы, если ты не видел невесту до свадьбы, да, то есть как бы постановили, что обязательно надо видеть невесту до свадьбы, потому что иначе это может закончиться, понятно, разводом. И дальше что смотреть? Дальше смотреть на основы еврейского дома. Что значит основа еврейского дома? Основа еврейского дома, это есть фундамент. Мы знаем, что любое здание можно перестроить. Сейчас, с Божьей помощью, я хотел сказать спасибо всем, кто это делает, я хотел сказать спасибо особо Феликсу Гулису, который с Божьей помощью сделает ремонт нашей синагоги. Понятно, что всегда мы говорим спасибо Александру Антоновичу, который делает все для того, чтобы наша община могла существовать, процветать. И спасибо всем, кто помогает нашей общине. Действительно, эти уроки, все это все благодаря вам. Вы являетесь нашими основными партнерами в божественной функции, не только материальной, но и божественной. Итак, мы переходим, что если у здания есть хороший фундамент, а фундамент, слава Богу, подтвердили, что он нормальный, есть другие проблемы со зданием, но фундамент он идеальный, ну идеальный, он нормальный. То тогда можно все сделать. Но если фундамент ненормальный, то и здание будет рушиться. Если нет фундамента, если в семье нет фундамента, то и здание семьи тоже обрушится. Что такое фундамент нашей семьи? Это тора и заповеди, да, то есть не наше сердце, то есть наше качество. Именно здесь мы приходим к основному пониманию, да. В чем проблема современных разводов? В современные разводы проблема это наш кинематограф, то есть не наш кинематограф, а Голливуд и все остальное. Как-то пришла девушка к Рэбе и говорит, что она долго не может найти себе мужа. Она искала и там, и там, и там. Рэбе сказал, твоя проблема, что ты смотришь много фильмов и романтики. Потому что фильмы и романтики, они длятся 90 минут. А еврейская жизнь и вообще жизнь длится вечность. То есть и за 90 минут можно быть счастливым, да. То есть это, ну, жить счастливо потом, это не романтика. Это не чувство, которое все кажется идеально, все кажется превосходно. Да, мне повезло, я нашел жену, которая действительно идеальна. И то, что она меня терпит, и то, что она готова была, как Ривка, уйти из дома, где она выросла, и дальше, и дальше. Пойти на всякие скитания, поехать в Штихут и все остальное. И терпеть мой характер. И все. Конечно, не каждый так повезет. Не всегда встречаются идеальные пары. И мы знаем, что когда человек рождается, уже определено, кто будет его парой. Уже с рождения предопределено пара. Так пишется в Кабале, что Зевук, ему положено с рождения. Его вторая половина. Пишется, что когда Всевышний втворил человека, он сделал его как бы в одном теле. Для того, чтобы одно дополняло другого, и одно стремилось к другому. И поэтому понятно, что нет такого положения, что мы не встретим свою половину. Но другой вопрос, можем ли мы с этой половиной быть счастливы. И что является счастьем для нас в семейной жизни. Итак, любая семья, любая семейная жизнь требует от человека вложения. То есть все чувства, которые есть, нужно их постоянно поддерживать. Это известная вещь, что огонь просто так не горит. Чтобы огонь горел, постоянно нужно добавлять уголь, добавлять топливо, которое будет гореть постоянно. И если мы топливо не будем добавлять, то и огонь души, он, не дай бог, угаснет. И тогда семья развалится. Мы будем, скажем, в мире понятие свадьбы считается наивысшей точкой. У нас понятие свадьбы считается точкой начала. Точка создания семьи. В первые дни, конечно, у нас эйфория, нам кажется, что мир крутится вокруг нас и все. Конечно, если семья строится только на симпатии одного человека к другому, именно внешнем симпатии, то симпатия пропадет и разрушится брак. Брак – это семья, это постоянная работа над собой и постоянная работа для того, чтобы один мог понимать другого и один мог быть частью другого. То есть, эта работа постоянно требует определенных жертв. Вспоминается история, интересно рассказывают наши мудрецы такую историю. Мудрецы, я не помню, откуда я ее слышал. По-моему, Рабашкинази понятно, что я ее слышал, откуда Рабашкинази ее привел. Итак, история такова, что у одного мужа была очень тяжелая жена с тяжелым характером. Они не сживались вместе никак. Так, помните, как в том анекдоте, когда муж говорит, Женя, Сарочка, давай разведемся, он говорит, вдовой взял, она отвечает, вдовой взял, вдовой и оставишь. Бывает действительно, что попался человек с тяжелыми качествами и все остальное. И нам кажется, что с этим человеком никогда мы не сможем ужиться, это очень все сложно. И поэтому тут возникает такой вопрос, что делать. И этот человек пошел к Равину, он говорит, я знаю, что ты знаешь Кабалу, мне эта жизнь уже надоела, я не могу жить, развестись тоже, я не могу. Я прошу, чтобы ты сделал что-то, чтобы она ушла с этого мира. Равин сказал, слушай, это, конечно, тяжелая вещь, но я посмотрел на небесах, я могу это сделать. Но для того, чтобы Всевышний принял мою молитву, чтобы он ее забрал с этого мира, нужно обязательно, чтобы месяц она была счастливой. Поэтому ты должен сделать все возможное, чтобы месяц эта женщина была счастливой. Он говорит, хорошо договорились. Ну, первый день он приходит с работы, смотрит, пораньше пришел, отпросился с работы на час раньше, помыл посуду, убрал квартиру, все, жена приходит и смотрит, не может понять, что с этим домом не так, кто это сделал, какой волшебник. Она не верит, что это может сделать муж, говорит, ну, вот раз в жизни он встал с дивана, помыл, это вот, как моя жена всегда мне говорит, что ты за всю жизнь сколько памперсов свои поменял, сколько детских подвузников ты поменял. Вот, я действительно поменял, может, за всю жизнь 10-15, слава богу, это делала моя жена, это не пример для подражания, но тем не менее, мы вернемся к нашему уроку, да. Он убрал, все сделал, она смотрит, слушай, ну, не может быть, ну, посмотрим завтра. Завтра приходит еще раньше, он уже не просто убрал, он там все купил, там, сделал все, и так проходит день за днем, и через неделю она понимает, слушай, ну, это ненормально, он так старается, я тоже буду стараться. И она тоже начинает готовить, она начинает делать это, делать это, делать это, делать это, и проходит так 29 дней, и звонит Раф, и говорит, ты помнишь, что сегодня день молитвы, когда я должен сделать, чтобы завтра твоя жена ушла? Он говорит, Реба, вы бы не могли подождать 2-3 годика, да, то есть, как бы, видите, что происходит, когда один становится дополнением другого, тогда происходит счастливая семья. Именно это и требует от нас таких вложений, да, то есть, как бы, вложений покупать цветы, там, что-то делать там, потому что, как мы говорили, я говорил в предыдущем уроке, что, почему Сара сразу умерла, не смогла выдержать испытания, когда Ицхак был положен на жертвенник, потому что это было одновременно. Когда человек привыкает, когда человек живет из дня дня, и Абрам три дня жил с этой мысли, там, ему это сообщили постепенно, то может привыкнуть даже самому страшному, и жизнь превращается в обыденную жизнь. После того, как человек женится, после того, как у него есть идеал какой-то, который ему кажется, что вот это то, что он нашел, да, то есть, со временем может пройти симпатия, пройти другое. Но начинается совсем другое чувство, которое является больше, чем любая свадьба. Именно поэтому сказано про Ицхака, сказано, что он и увидел жену свою будущую, женился, и потом полюбил ее. То есть, именно потом полюбил ее, и поэтому этот брак длился 120 лет. Это был самый интересный брак в еврейском истории, который длился столько много, о котором Тора так говорит, и который был такой идеален, да, потому что он ее привел в дом, и он ее полюбил. То есть, он, это любовь, это совсем другое качество любви. Это любовь, которой не может, ты чувствуешь себя половину с этим человеком, ты один. И именно когда ты по-настоящему становишься частью этого человека, этот человек чувствует частью тебя, именно тогда вы становитесь единым целым. Это то, что хочет Всевышний от нас, чтобы мы были одним целым. А не смотришь, происходит в многих вещах, когда там, начиная там девушки общаться между собой, и говорят, ой, вот мне подарили это, твой муж не такой, твой муж такой, твой муж такой. У каждого есть что-то свое. Помните, как в том анекдоте, когда говорит, Абрам говорит жене, говорит, Сарочка, говорит, давай разведемся, мы друг к другу не подходим. Сара отвечает, а что ты думаешь, другим мы подойдем лучше? Да, то есть, каждый должен видеть свои недостатки. Каждый раз, когда мы живем в иллюзии, когда мы живем в каком-то романе, мы пытаемся найти своего принца, когда девушки пытаются найти своего принца, а принца-то нету. И в поисках принца нам попадаются промежуточные люди, которые далеко от принцев. И мы все не идеальны, и у нас у всех есть проблемы. И поэтому, если хватает внутренних качеств, и ты видишь, что внутренние качества хорошие, и даже если, не дай бог, не это, надо воспитывать эти качества в себе и меня, именно тогда семья станет самым прочным фундаментом, на котором можно построить и семью, и карьеру, и дом, и все. Когда две души играют в унисон. Тогда превращается, как в том анекдоте, помните, когда есть беседы, спрашивают журналист там у пары, пожилой очень, который много лет прожил вместе, они говорят, скажите, у вас когда-нибудь было желание развестись? Он отвечает, развестись что бы, никогда в жизни. Убить было, развестись не было. То есть, когда ты чувствуешь, что ты одно, то все скандалы, все конфликты, которые есть, они, не дай бог, чтобы они были, но они не являются то, что может разбить одну единую сущность. Да, есть скандалы, да, есть конфликты, да, есть недопонимания, да, есть все. Но когда ты ощущаешь себя единственным целым, и когда ты знаешь, что удар, который ты наносишь, это удар также по тебе, и когда твоя задача поднять, сохранить, сделать, поверьте мне, то это будет самая счастливая семья, которая есть на свете. Ну и хотелось бы рассказать еще одну маленькую историю, рассказывать про одного хасида, который очень был в духовных мирах, и у него была жена довольно такая, скажем, с тяжелым характером. И вот эта жена постоянно не давала ему находиться на фарбрингенах, а он приходил на фарбринген и оставался там целыми днями, то есть он не мог там отлучиться, и так ему это нравилось, и все. И произошел один момент, она всегда, у этой жены было одно желание, чтобы каждый раз после фарбрингена он что-то приносил из еды, и тогда она более-менее так, ну так, чтобы он о ней заботился. И вот хасид пошел, скажем, за хлебом, как говорится, увидел его, позвали на фарбринген, и он остался на фарбрингене, короче, всю ночь был на фарбрингене, и вдруг вспоминает под утро, что жена же ждет, да, он с хлебом, он хватает там хлеб, там еще что-то, он купил там, несется, несется, бежит. Ты смотрит, она уже наблюдает в окно, и что сейчас получит по мозгам, то есть он подскальзывается, падает, все, рассыпается, и жена с окна кричит, это потому что ты спешишь. Ну и завершить еще одну историю, когда можно вообще, то есть рассказывать много анекдотов, шуток, понятно, что это шутки, анекдоты, и рассказывается, что один человек прочел то, что если у человека очень скверная жена, то он попадает в рай. За то, что он страдался в этом мире, он попадает в рай, то есть потому что страдания велики. И он решил найти такую жену, и он начал интересоваться, и увидел, что женщина, которая была там жената 20-30 раз, все мужья покончили жизнь самоубийством, там этот один так, один так, один так, там куча там разрыв сердца, сердечный разрыв, там, то есть останавливалось сердце, там, как бы, ну, умирали очень рано. И он решил жениться, он это почитал, решил жениться, он нашел такую женщину, сыграли свадьбу, первый день все дома идеально, все помыто, все чисто, второй день, третий день, четвертый день, через месяц он не выдерживает, он говорит, слушай, он рассказывает ей историю, говорит, как так, мне сказали, что ты та женщина, которая самая страшная. Она говорит, ты на моем горбу хотел выехать в рай, никогда у тебя не получится, на моем горбу в рай не выйдешь. Это, есть разные характеры, есть разные вещи, но тем самым мы должны чаще смотреть на себя в зеркало. И когда мы посмотрим на себя в зеркало, и когда мы посмотрим на эту женщину, которая рядом с нами, и будем относиться к ней как самому себе, то мы увидим, что, как то, что сказали наши мудрецы, что твоя жена, она как ты, это часть твоего тела, это часть тебя. И тогда будет единый организм. И всем я этого желаю, чтобы мы были единым организмом. Всем гуд шаббат, шаббат шалом, всех рад видеть.